Детские хороводы вокруг ёлочки Студенты Таллинского университета отделения хореографии справились с этой задачей с честью, ведь ей объявлено было 29 апреля Международным днём танца по решению ЮНЕСКО в 1982 году в честь рождения замечательного французского хореографа Наверра, ещё в 18 веке совершившего настоящую революцию в танце. У него была цель привести искусство танца на тот же уровень, как было искусство оперы, драмы и музыки. И что танец равноправное искусство в семье всех красивых искусств, и что танец имеет тоже такой очень глубокий смысл, это не только так, чтобы двигаться. Для Рене Ныммика, известного балетмейстера, Международный день танца – ещё и повод поговорить о своих международных проектах. Только что завершилась его большая работа в Екатеринбурге, куда в марте он уехал по приглашению руководителя театра провинциальные танцы Татьяны Багановой ставить новый спектакль. Она в это время работала в Большом, надвесной священной. Музыкальной основой стало сочинение эстонского музыканта, контрабасиста Таво Реммеля. 35-минутную композицию он написал, как признается сам автор, по мотивам неких загадочных событий в Подмосковье в 2006 году. Нам показалось именно знаковым, что в эту минуту, когда мы искали музыкальный материал, над чем работать с провинциалами, мы нашли эту музыку, которая тоже связана с Россией. И это показало все этот комплект вместе, просто какая-то мистика, что вот это складывались вещи так, вот это позвонок Татьяны Багановой, потом поиск музыки, и потом то, что мы поехали и на самом деле сделали этот спектакль. Я не буду рассказать про спектакль. Может быть, есть возможность этот спектакль когда-то привезти в Тайлинн. Провинциальные танцы появились в Екатеринбурге в 90-е годы и прочно заняли нишу новаторского театра. Эстонские зрители смогли познакомиться с творчеством этого коллектива в 2005 году в рамках фестиваля «Золотая маска». У постановки «Рененымми» Кейнред в красном есть все шансы попасть в номинанты престижного фестиваля. А у нас увидят в Таллине плоды совместного творчества, взявшихся за руки в виртуальном танце, эстонских хореографов и композиторов и танцоров Российского театра. Наталья Малюс, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.